организаторы все да тогда поехали ну что дорогие тулики здравствуйте вы так близко расположены и тем не менее получается так редко доезжать но не переживайте до москвы я доезжаю с лекциями еще реже из москвы то есть так вот жизнь устроена да что самые самые редкие лекции ну может не самый редкий но одни из самых редких это прямо вот в городе где я живу вот так что значит а сегодня у нас будут знаменитые проблемы математики ну и посмотрим я хочу рассказать часть о том какие уже как бы были решены да часть про то какие на самом деле ждут своих героев до сих пор в том числе и те которые давным 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 давно сформулированы ну и в этом плане конечно мы сейчас откатимся назад первым делом мы откатимся назад ну где-то 3 4 5 века до нашей эры когда математика зародилась как наука а что значит как наука это значит что доказательство как инструмент стало осознанно было осознанно что вот математика по сути это и есть доказательство это проведение строгих рассуждений после которых мы абсолютно точно гарантированно в чем-то уверены да настолько точно насколько вообще можно себе представить то есть на стопроцентной точности если что-то доказано математики можно спокойно гласть голову на отсечение что соответственно что это верно уже как бы физики там с экспериментами могут быть какие-то помехи вот вы там скажете точно что камень полетит вниз вот сейчас отпущу камень он полетит вниз но вчера в москве был такой порыв ветра что наверное камни среднего размера не летели бы вниз а летели бы по хорошей дуге вот и было вообще очень сложно передвигаться по городу нужно было вот так вот плыть то есть физические эксперименты они подвержены каким-то шумом а про социальные я вообще молчу да вот то есть там прям неповторяемость экспериментов полный рост ну а математика это вот наука совершенно такая железобетонной точности ну и первые первые соответственно которые до нас дошли там ну вот пифагорова такая да пифагоров кружок пифагора кружок пифагора евклид ну давайте поговорим про деятельность которая поставила перед античной математикой нерешаемые проблемы но эти проблемы через две два тысячелетия все были решены то есть первым делом мы ознакомимся с таким как бы с триумфом а потом я расскажу про некоторые проблемы которые наоборот до сих пор не решены потом может быть опять вернемся к решенным еще нескольким да вот итак начнем с такой темы как построение циркулем и линейкой такая теория теория построений циркулем и линейкой ну этот раздел геометрии в котором школьников учат вот собственно говоря такой строгости проведения рассуждений когда все наглядно когда то что вы предлагаете в качестве решения может быть во первых осмотрена прямо на чертеже а во вторых потом следует доказать что то что вы как бы какое-то построение которое от вас требуется да вы провели правильно ну там есть несколько приемов например можно опустить перпендикуляр из какой-то точки на данную прямую можно наоборот восстановить перпендикуляр можно разделить угол на две равные на два равных угла то есть провести биссектрису можно построить там например правильный треугольник с помощью циркуля линейки на это совсем очевидная задача да есть какие-то более сложные вопросы но вот когда об этом начали думать довольно быстро возникло четыре проблемы четыре которые решению не поддавались значит проблема номер один называется три секция угла три секции угла это задача которая ставится так вам нарисован произвольный угол произвольный не какой-то конкретный например 90 градусов а произвольный требуется произвести такие построения с помощью циркуля и линейки что он будет доказуемо разделен на три равные части вот ну и лишь эквивалентно нужно провести луч который делит в отношении 1 дум дальше понятно это уже биссектриса будет легко построить то есть три секции угла не давалось каким-то конкретным углам пожалуйста там угол в 90 градусов разделить на 3 равные части очень просто вы строите правильный треугольник получаете из него проведением наш медиана угол в 30 и вот вам 30 готов он соответственно есть треть от 90 но требуется не от конкретного угла от любого угла взять одну треть проблема эта уехала из античного мира через средние века через долгий период когда мы мало понимаем что происходило математики скажем так то есть где-то с третьего века нашей эры с последнего великого математика диафанта александрийского до ну наверное там там был всплеск в арабском мире в районе значит альхорезмия и других математиков вокруг него был некий всплеск в районе десятого века плюс минус а потом уже пошло дальше вот появился так леонардо пизанский он же фибоначчи из средневековой италии ехал на просвещенный восток арабский учиться вернулся в италию там завел школу там постепенно все продолжалось и где-то 16 15 16 веках уже поехала по полной ну и после этого уже как бы нить математики не прерывалась не на секунду она продолжалась до наших дней то есть последние 500 лет это был непрерывный процесс совершенно ну по крайней мере как мы про предыдущие мы мало что понимаем только какие-то отдельные точки а вот потом уже везде в любой цивилизации серьезной в какой-то момент была математика вот ну и вот эти эти проблемы не были решены в античное время это номер один дальше была проблема очень о какая красота у нас музыкальное сопровождение дальше была проблема такая значит она очень очень красивая легенда про нее состоит том что там там у них наверное кто вот с этой самой с античной мифологии да знаком наверняка больше половины присутствующих знакомы гораздо лучше меня с ней там боди с людьми как-то вот перекликалась это все вот но и вот боди люди повесили куб золотой во имя богов а боди говорят ну это несложно а вот по повести нам ну как бы красивый кубка и спасибо но мы были бы рады если бы вы его удвоили ну и как бы по легенде как бы это должно делаться циркулем и линейкой удвоение до куба то есть вот нужно построить удвоенный куб ну чё они на следующий день берут и ой это ребенку видимо не дали играть на пианино да пусть играет ничего страшного пусть играет не 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 мешает пусть играет жалко ребенка вот моя надежда самая младшая она ровно так бы сейчас она играл на пианино если бы не давали был бы страшный крик что пусть играет ну и люди вот так сделали как бы да ну боди посмеялись сказали да молодцы много у вас золота но вы дураки вы его увосьмерили они удвоили а я просил удвоить да мы просили удвоить ну а удвоение куба означает что он должен быть удвоен понятно по массе что означает что его сторона вот допустим она была равна единице теперь она чему будет равна кто скажет из зала точно корень кубический из двух вот потому что объем куба это произведение ну вот одинаковых трех величин этого ребра на это на это то есть x на x на x и требуется чтобы получилось два два раза больше чем было ну и решение по определению называется корнем кубическим из двух ну и вот этот корень кубический из двух соответственно нужно с помощью средств циркуле линейка воссоздать исходя из ну вот данного единичного отрезка каким-то образом тоже осталось нерешенной перекочевала новое время еще две задачи следующая задача называется квадратура круга что значит квадратура круга это значит что вам дан круг ну например единичного радиуса для простоты вот единичный отрезок измерения а нужно построить квадрат такой же площади какой был круг что это означает точки зрения длины этой стороны да корень и спи я ждал интересно тот же голос раздаться или другой одно из двух да скромность не позволила первому автору голоса второй раз или соответственно ну в общем ладно не важно короче я всегда пытаюсь понять да где у меня в зале сидят профессиональные математики да вот всегда их улавливаю вскоре так но тем не менее не не бойтесь уровень я ну как бы буду держать такой что это будет популярный то есть я не буду сейчас вот излагать доказательства этих фактов я только расскажу про то что с ними происходило но кое-что мы сделаем руками кое-что мы на единице получается просто пи соответственно нужен квадрат площади пи это значит что сторона корень из пи корень квадратный на этот раз но корни квадратные корень из отрезка строится тогда и только тогда когда сам отрезок строится но я не буду так очень сильно на этом останавливаться но потом потом покажу про это немножко в общем суть на самом деле в том чтобы просто построить пи построить пи я там мы мы умеем строить корни из отрезков я потом даже я на эту все таки конструкцию я покажу чуть позже как корень строить но вот и соответственно у нас требуется построить если есть единичный отрезок построить отрезок длины пи пи напоминаю что на самом деле определяется пи по определению пи это отношение длины окружности к диаметру или что то же самое это длина половины окружности если радиус равен единице и вот это вот число оно значит имеет некоторую довольно сложную алгебраическую природу ну пока это не понятно что означает но в общем суть в том что задача состоит в том чтобы построить пи здесь задача была в том чтобы построить вот такой отрезок на самом деле здесь задача тоже сведется к некоторой задачи о построении конкретного числа и давайте прежде чем я буду рассказывать про последнюю задачу античности на построение прежде этого я скажу 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 какому числу да сводит но не сводится но что подразумевает возможность решить эту задачу вот предположим что вы умеете делать три секции у любого угла в этом случае вы конечно сможете в частности сделать три секции угла в 30 градусов ну понятно если вам любой угол дает вы умеете его на три равные части значит и угол в 30 тоже умеете то есть исходя из да но так как угол 30 градусов вы просто можете получить и так да построив шестиугольник то есть по сути задача а три секции угла если бы вы умели ее решать вы бы автоматически получили с циркулем и линейкой угол в 10 градусов согласны да то есть если бы был такой способ решить эту задачу то вы бы применили его к 30 градусам которые легко получить и так да циркулем и линейкой потом поделили его получили угол в 10 но если вы получили угол в 10 то вы получили его синус потому что вот если у нас единичный отрезок вот здесь он всегда считает что дан единичный отрезок какой-то вот который уже как бы посту ну не то что построен он вам свалился с небес вот он есть и все вы его обозначили за единичный и все остальное в терминах этого единичного отрезка происходит вот то тогда вы сюда попускаете перпендикуляр правильно вот и по определению строго по определению вот это вот как раз и будет синус вот здесь вот этот перпендикуляр имеет длину синус 10 градусов и частности возможность три секции угла означает влечет математически возможность из единичного отрезка получить отрезок длины синус 10 градусов соответственно если будет доказано что отрезок синус 10 градусов не может быть получен циркулем и линейкой из единичного то автоматически задача от ресекции угла неразрешима потому что мы уже даже даже угол в 30 градусов доказали что разделить на три части нельзя тем более и любой угол тоже нельзя да если можно было бы любой то и 30 градусов тоже было бы можно то же самое если я доказываю что число пи как длина отрезка не может быть построена циркулем и линейкой из единичного то квадратура круга тоже невозможно и если корень кубический из двух не строится из единичного то удвоение куба также невозможно циркулем и линейкой ну и вот такая идея идея о том что это все невозможно может быть кому-то в античное время и приходило но честно говоря она выглядит чрезвычайно ну она выглядит довольно странно что значит невозможно ну может вы просто глупые мы все глупые и не умеем просто строить да хорошо знаете я вот ехал я ездил все время езжу по городам летаю в самолетах езжу в поездах все время и возил одно время с собой игру в 15 знаете такая пятнашки там вот передвигаются квадратики маленькие ну и существует задача вот если я вырвал зубами или там как этими щипцами их поменял местами 15 и 14 все остальное сохранил вот и задача вернуть назад она математически неразрешима это я это первая глава книги математика для гуманитариев простите за рекламу да вот там в течение главы это доказывается строго но когда когда ты говоришь вот попутчику своему попутчику что там пишешь все пишешь пишешь я готовлюсь к лекции сейчас придумываю интересный материал сейчас приеду в барнаул приеду вот так ехал в электричке из новосибирска в барнаул приеду сейчас лекция будет а что математика что там такого чего прям такого ты с таким увлечением это все пишешь неужели это прямо интересно и красиво еще как вот тебе игра в 15 поменять 15 и 14 ну а значит это самое человек думает долго пытается что-то делать естественно ничего не выходит он говорит ну плохо играю плохо но математика тут при чем я это нельзя сделать да как нельзя то просто не умеешь скажи честно я не умею зачем ты говоришь нельзя я говорю да нельзя потому что доказано математически что нельзя и вот человек просто не верит вот не верит и все не может такого быть как можно быть ну как как можно утверждать что это нельзя если ты нашел ты утверждаешь что вот решение но как можно утверждать что решения нет вот здесь ровно та же ситуация у короче я уже про спойлер да про спойлерил через две тысячи лет в 1833 году примерно на основании того что сделал эварист галуа чуть чуть раньше было строго установлено что эти три задачи неразрешимы циркулем и линейкой неразрешимы то есть не существует никакого математически доказуемого построения никакой конечной длины в котором на выходе получится у вас вот такие вот длинные отрезков и тем самым три античные задачи на самом деле получили полное решение спустя две тысячи лет они получили полное решение но такое решение даже не знаю ну как бы как бы как к нему бы отнеслись античные огорчились были наоборот обрадовались да если бы они узнали что просто нельзя что они зря в этом думали что зря 500 лет подряд пытались это делать да три секции угла а до сих пор приходит приходит работа и в академию наук приходит вот вам три секции угла что вы там доказали вот я все сделал что там вы вы наверное ошиблись да вы вы наверное ошиблись там все абсолютно ясно там хорошему сильному второкурснику всего полностью ясно доказательства непростое но она как бы уровня там уровня второй курс михмата прошлых лет или там сегодня ну вот у нас фестехи на моем факультете этому безусловно учат и то есть это то что знает там миллион не миллион но там сто тысяч человек на земле безусловно знает этот материал и четко все проверил да человек бросает прям вызов там перчатку вот этим ста тысячам что они все идиоты а вот он один взял и разделил но так такая как бы вот это некоторая боль боль профессии популяризатор науки вот обратная сторона медали это постоянно получать такие письма вот но но хороших писем больше так что в принципе все хорошо да то есть писем благодарных писем с приглашениями там писем с какими-то интересными идеями их больше вот так что вот это в два в 19 веке в начале случилась такая первая великая математическая революция когда были сняты эти три задачи а значит единственное что я чуть-чуть обманул вас вот эта задача там стало полностью понятно что именно надо доказывать но доказать соответствующее утверждение смогли только в 1873 году то есть еще пришлось полвека подождать уже было понятно что именно надо доказывать про число пи но доказательства пришлось отложить на еще 50 лет пока соответствующий соответствующий инструментарий очень сложный то есть вот это 7 лекций на мехмате мгу у нас в нашем вот когда я учился было 7 лекций называется трансцендентность числа пи но сейчас я чуть больше разовью это все и мы поймем что именно как бы что именно мы ждем от этих чисел вот которые мы хотим получить что мы от них ждем чтобы точно знать что получить нельзя вот так вот в такой формулировке вот на четвертая тема четвертая тема здесь касалась правильных многоугольников какие правильные многоугольники можно построить с помощью циркуля и линейки при каких n правильный n угольник да то есть вот сейчас мы перейдем на ту страничку некоторые примеры посмотрим вот у меня например n равно 3 на это явно не 13 это 9 да у нас 1 2 3 4 5 6 7 8 нет это 10 получилось но 10 строится а вообще при каких n строится про каких не строится но что значит построить это значит получить угол который равен чему 2 пи то есть 360 градусов делить на n правильно вот вот задача просто построить такой угол да если мы строим многоугольник то соответственно вот и угол есть если угол смогли построить отлично отложим его и вот вам сторона многоугольника дальше уже ее продолжаем то есть это та же самая задача задача получить угол 2 пи делить на n и задача построить правильный n-угольник, циркульный линейка, это одна и та же задача. Здесь получается перекличка некоторая, что вот здесь любой угол дай, а нужно поделить на 3 равные части. А здесь дай конкретный угол в 2π, то есть полный угол, не развернутый, дважды развернутый, полный охват, 360 градусов. А нужно, соответственно, получить его n-ую часть. Можно было бы вообще поставить задачу, при каких углах и каких n можно угол разделить на n частей. Но это будет довольно сложная задача, ее нужно к общей теории примерить. Наверное, там есть какой-то ответ. Сегодня мы эту теорию знаем. Ну и ясно дело, что построение угла сводится опять же к синусу. То есть если я опущу вот так вертикаль, то это значит, что если это единичный отрезок был, то это будет синус 2π делить на n. 2π и 360 градусов это одно и то же. То есть вот здесь как бы вопрос ставится так. При каких n возможно получение отрезка длиной синус 2π делить на n с помощью циркуляй линейки? Вот эта история оказалась гораздо более захватывающей. Итак, сейчас я про эту историю немножко расскажу, а потом обязательно, если я забуду, вот у меня тут есть список, но я его кладу и всегда все равно забываю в него смотреть. Про решение о уравнении в общем виде еще обязательно надо сказать пару слов, потому что это тоже знаменитая античная задача. Ну или не античная, чуть-чуть позже, чем античная. Но тоже очень интересная, важная задача и как это все развивалось. Значит, давайте про правильные н-угольники. Но правильный треугольник построить ничего не стоит, квадрат тоже, это понятно. Шестиугольник там, треугольник делим каждую на эту самую, или просто берем радиус и откладываем шесть раз. Вот он и будет, правильный шестиугольник. Он хорош тем, что у него сторона равна радиусу, если его вписать в окружность, то есть тут вообще ничего сложного нет построить. Внутри него также треугольник виден правильный. Ну квадрат, понятно, прямой угол мы строим, поэтому квадрат мы тоже можем построить. Я всегда рисую вписанным в окружность, чтобы было как бы чуть-чуть нагляднее. А вот пятиугольник. Пятиугольник. Строится или нет? Цирковной линейкой. Кто знает, поднимите руку. Ну, строится. Правильно. Это одно из действительно достижений, величайших достижений античной эпохи. По красоте, я, честно говоря, не знаю. Вот когда я на какие-то меня выставки иногда таскают, куда-то там что-то показывают, картины художников, да. Может, у меня отсутствует вкус. Я вполне это могу допустить. Но ни одна картина, которую я видел, даже рядом не стоит с тем, что я сейчас вам покажу. С построением правильного пятиугольника с помощью цирка или линейки. Ну, по крайней мере, на мой вкус. Я не знаю, там, как. Может быть, вы скажете, что это какой-то вздор и что надо мне больше художества. Ну, с музыкой сложнее. Музыка прекрасная бывает, да. Музыку как бы сложно сравнить вот так вот с математикой совершенно из разных сфер. Но вот то, что я сейчас нарисую, это явно как бы похоже на картину. Но посмотрите, что это. Вот это специально подобранный треугольник. Что это за угол? Кто догадается, чему он должен быть равен, если это должно быть связано с пятиугольником правильным? 72, да. 72, да. 72, это и есть то, что у пятиугольника... О! Ничего себе! Как у меня в туле получилось нарисовать ровно. Обычно он весь кособокий. Я не могу его... А? Из-за пряников. Но я сегодня не ел еще. Но все равно дух пряника, да, дух пряник. Не, ну я хорошо погулял сегодня по городу, там километров, я не знаю, в сумме, наверное, 8 или 10 я сегодня сделал. Это точно. Вот. Так что, наверное, я духом города Тула проникся, и вот пятиугольник получился. Значит, смотрите, в нем, понятное дело, вот эти углы равны друг другу все, то есть получается 360 делить на 5, что и есть 72. Вот. Ну так и возьмем теперь вот такой треугольник. Рассмотрим. Смотрите, в задачах на построение. Задачах на построение. Вы не знаете пока, как строить, но вы представляете себе, что вы уже построили, правда? Представим себе, что у вас получилось, и тогда вам навевает вот эта вот как бы музыка рисунков, навевает, как строить. Но чему район этот угол? Кто-то правильно уже сказал, надо громче говорить. Когда правильно говоришь, надо говорить громко. Есть такой принцип, да. Нужно как? Я учу всю страну, что в математике надо реагировать, как москвичи. Нагло, бесцеремонно и громко. Вот есть три свойства. У Москвы есть три свойства. Она наглая, громкая и бесцеремонная. Вот. И вот это вот свойство, которое в математике чрезвычайно полезно. Почему Москва является мировым центром математики номер один? Потому что в Москве сосредоточено огромное количество наглых, громких бесцеремонных людей, и среди них там какой-то процент становится математиками. А именно эти свойства очень важны в математике, чтобы тебя вытащили. Ты вот сидишь в классе, тихо сидишь на чьей-нибудь лекции, да, например, на моей сидишь тихо. Вот. А если бы громко сидел, да, я бы сказал, вот тебе надо там это самое, на такую-то олимпиаду, да, тебе надо там дальше учиться. То есть это как бы это способ, вот способ как бы, если ты чувствуешь, что понимаешь. Громко говори. Но если выяснишь, что ты неправильно понял, значит, как бы, ну, ничего страшного. Ну, никто же… Ну, бывает. Ну, может быть, чуть-чуть будет неловко. Ну, в Москве не знаю, что значит неловкость, поэтому как бы это… Ну, я шучу, конечно, москвичи разные бывают. Я по себе сужу. Сужу по себе. Вот. Вот у нас теперь есть такая линия, да, которая бегает по углам и делит их пополам. Ну, напрашивается, да? Почему я ее провел, спросит меня, например, филолог-классик. Согласно какой идее у меня это возникло? Я должен оправдаться за это построение, да? А я говорю, в математике ни за что не надо оправдываться. Стройте, что хотите. Если в результате это приведет к решению задачи, то все как бы… Все, значит, ваше построение себя оправдали и прекрасно. То есть вы просто говорите, сделаем так, и никто не имеет права. Вот в других науках это не так. В других науках всегда нужно оправдывать свои вот эти вот представления, действия. А тут у нас вот провел и все. Так, значит, куда делся? Вот он. Да, соответственно, бисектриса. То есть тут сколько? 36, да? Тут тоже 36. Тогда здесь сколько? 72, ибо сумма углов треугольника равна? Ну, 80 градусов. Так, здесь и здесь тоже 36. Значит, этот треугольник равнобедренный. Значит, вот это равна этому, правда? А этот тоже равнобедренный. Значит, это равно этому и равно вот этому. Теперь можно вполне представить, что мы это как бы на единичном отрезке делали. То есть вот мы как бы нижняя сторона у нас была равна единице. Тогда у нас есть три отрезка равны единице. Но вот этот я не знаю, поэтому я его обозначу за х. Правильно? Ну, что поделать? Все-таки капнуло. Так, а это что тогда? х минус 1. А теперь посмотрите. Давайте все-таки, как нас учат в геометрии, все обозначим. А, Б, С и Д. Треугольник А, Б, Д подобен треугольнику А, С, Б. Согласны? Помните правило, как это? Я должен пройти в направлении подобия. То есть вот раз вот этот вот угол был 36, значит, это тоже будет 36 у меня, А, С, Д. Вот. То есть чтобы соответствующие углы были в соответствующих местах. Вот этот угол там, Д, А, Б был тот же самый, что Б, А, С и так далее. Так, а что верно про подобные треугольники? Треугольники. Подобные они потому, что углы одинаковые у них все. Разворот и растяжение. А что мы знаем про подобные треугольники? Точно. Отношения сторон должны быть одинаковые. пишем. А, Б разделить на А, Д. А, Б на А, Д. Равно А, С разделить на А, Б. Верно? Так. А, Б равно единице. А, Д равно Х минус один. Да? А, С то же самое, что Б, С это и Х. И А, Б это один. Мы составили для Ха квадратное уравнение. Х на Х минус один равно единице. Или после раскрытия скобок и перенесения в одну сторону на Х квадрат минус Х минус один равно нулю. Поднимите руку. Кто знает, как называется решение этого уравнения? Ну, скажем так, большее из двух решений, которое больше единицы. Больше никто? Раз, два. Больше никто не знает? Нет. Три. А кто догадывается? Хорошо. Сейчас я скажу. Сейчас скажу. Иди тоже сюда. Как называется решение этого уравнения. А, нет, подождите. Я хочу здесь показать. Целое. Вот у меня есть целое. И оно разбито на две неравные части. Разбито так, что отношение целого к большей части, Х к единице, равно отношению большей к меньшей. Может быть, теперь кто-то большее количество народу знает? Больше, да. Я вижу, что большее. Оно называется золотое сечение. Золотое сечение. Это то самое число, которое входит в кучу разных идеальных пропорций и т.д. и т.п. И оно и помогает нам построить пятиугольник, потому что оно задается как решение квадратного уравнения вот такого. и, безусловно, может быть, построено циркулемой линейкой, что я сейчас покажу. Значит, что я могу дальше сказать? Да, ну вот, допустим, вы его… Вообще, я хочу сказать, когда я вот эту картинку увидел, к сожалению, я сам ее не придумал. Я был глупый геометр в школе. Я не смог придумать ее. Подсказал классный руководитель. Он говорит, проведи бессектрису. Ну, блин, я думал, ты сам догадаешься. Но нет, он очень вежливо говорил. Алексей, проведите бессектрису, и тогда вы точно все поймете. И так и вышло после проведения бессектрисы. Я уже все понял. Но картинка эта меня поразила. Мне кажется, что это красивее любой картины, любого художника. Но вот мое мнение таково. То есть, что рождается, да, из этого треугольника рождается два подобных, один из… ой, два равнобедренных, из которых один подобен исходному. Да, вот что может быть круче? Ну, просто я не знаю, что. Ну, и понятно, что мы это можем решить. Мы можем решить это уравнение. У нас получится х квадрат минус х минус 1 равно 0, дает нам по формуле той самой, которую так любят все наши выпускники, и те, кто сдают ОГЭ, и ЕГЭ и все остальное сдают. Так любят эту формулу. Плюс-минус корень из 5, да, 1 плюс 4 пополам. Но минус мы не берем. Мы берем положительное решение. Отрицательные стороны нам неизвестны. Вот, поэтому мы берем корень из 5 плюс 1 пополам. Это и есть золотое сечение. Это просто его численное выражение. Ну, и как его строить? Ну, надо корень из 5 построить. Ну, давайте я научу строить любой корень. Пусть у меня есть некоторый отрезок. Ну, во-первых, у меня есть единичный отрезок. А во-вторых, у меня есть какой-то, который мне уже как бы как-то получен. И я должен построить корень из этого отрезка. Допустим, я там, помните, π было. Нужен был корень из π. Вот какой-то отрезок. А, я должен построить корень из А. Очень такая красивая конструкция, тоже довольно хитроумная. Нам нужно провести ту окружность, у которой вот этот комбинированный отрезок. То есть рядом с единицей кладем А и строим на этом диаметре окружность, чтобы это оказалось диаметром. После этого поднимаем вверх, как мы умеем с циркулемой линейкой вполне делать, перпендикуляр до пересечения с окружности. А теперь посмотрите внимательно на эти два отрезка и на вот такой треугольник, и на большой тоже. Они будут подобны, потому что вот этот угол дополняет этот до 90 градусов, а этот тоже дополняет этот до 90 градусов из-за того, что сумма углов прямоугольным, оставшихся двух, равна 90. Соответственно, этот равен вот этому. Ну и у нас здесь нарисовано три подобных друг друга треугольника. Два составляют в сумме другой, как бы в объединении на картинке. Если это х, то мы можем написать правило подобия, состоящее в том, что вот это х относится к единице, х к единице, длинная к короткой, а здесь длинная А, короткая х, как А к х. Ну и у этого соотношения, соответственно, получается х на х. Х квадрат равно А, то есть х равно корень из А. Вот мы и построили. Корень из А с помощью циркуля и линейки. Корень квадратный. Ну и, соответственно, мы можем вот это все построить, делить там на любое количество частей мы умеем. Любые арифметические действия мы умеем строить. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Это ключ к построению арифметических действий со длинными отрезков подает теорема Фалеса. Теорема Фалеса, она вам подскажет, если вы захотите чуть-чуть позаниматься вот этим построением циркуля и линейкой, то теорема Фалеса подскажет как. То есть мы умеем на самом деле делать что? Мы умеем складывать длинные отрезков, вычитать это, понятно, просто представлять, умножать, делить с помощью теоремы Фалеса и извлекать квадратный корень. Вот пять операций, которые с помощью циркуля и линейки могут быть осуществлены. Ну и дальше все, я построил х, понятно, теперь я беру единичный, этот х я построил, делаю две засечки, соответственно, двумя дугами окружностей с радиусом х, вот этим радиусом, и получаю угол 72, то есть правильный пятиугольник у меня построен. Все, я получил его. Вот. Итак, правильный пятиугольник есть. А заодно мы поняли, что весь этот ряд операций может быть произведен над уже построенными отрезками с помощью циркуля и линейки. А теперь внимание. Видимо, уже в древнем мире, было понимание, что все, что можно построить с помощью циркуля и линейки из начально данных, как бы вот, из начально данной длины, нам длина дана вот эта вот единичная, и все, да, больше ничего не дано. Вот масштаб. Так вот, все, что можно построить, это только то, что можно получить из единицы путем, ну, как бы, сложения, вычитания, умножения, деления и извлечения корня. Ну, например, что мы можем сразу сказать, что можно построить? Можно построить любые дроби, любые числа. Пифагор думал, что все есть число, да, любое количество выражается дробью. Он ошибался, да, уже Евдокс с корнем из двух своим. Ему показалось, что тогда, давным-давно, что это нельзя. Не любое, что это неправильный тезис. Но, тем не менее, эти числа вошли в наш обиход. Прочно называются рациональными, обозначаются вот так. Множество всех таких чисел обозначается такой буквкой. Это множество рациональных чисел. Все длинные рациональные могут быть построены циркулем и линейкой. Ну, как, просто берете единичный отрезок, m раз прикладываете с помощью теоремы фа-леса, после этого делите на n частей, да, откладываете n сюда и потом параллельными. Ну, я сейчас как раз подсказываю, как делить. Вот, то есть можно получить все рациональные числа, но и корни тоже можно. Вот корень из двух, число нерациональное. Однако его построить циркулем и линейкой ничего не стоит, просто квадраты, вот корень. Да и вообще любой корень, как мы знаем, уже строится. То есть, ну, это как бы то, что вот эти числа строятся. А почему других не строится? Ну, там идея следующая, что при построении циркулем и линейкой новые отрезки возникают на пересечении как бы точек, да, которые получены проведением окружности и прямых. И все, все, что мы можем с помощью циркуля и линейки, это строить окружности и строить прямыми. То есть окружность с данным радиусом прямую там через данные точки. И если мы пишем уравнение, записываем в декартовой системе координат, видимо, что-то это и в древней, наверное, это тоже что-то про это понимали на самом деле, вот, то мы пересечения там получают систему уравнений квадратных, тех самых, которые в школе решают в 8 классе, да. Но в квадратных уравнениях ничего кроме корней, кроме как арифметические операции и извлечения квадратных корней не возникает. Поэтому все, что мы умеем строить циркуля и линейкой, должно быть получено из числа 1 или из рациональных чисел. Ну вот путем там, из рациональных чисел путем извлечения квадратных корней, сложений, снова извлечения квадратных корней. То есть, ну там, тут могут быть любые башни. 1 плюс корень из 2, делить на корень из 3, корень из этого минус там 1, ну, плюс еще что-то. Любые такие башни страшные строятся, но если какое-то число можно проверяемо доказать, что не представляется в таком виде, то оно не строится. Ну и вот спустя 2 тысячелетия, 2 тысячелетия, было показано, что корень кубический из 2 не может быть получен из рациональных чисел с помощью конечного количества вот таких операций. То есть, в виде такого как бы многоэтажного здания дробей, там где дроби, умножения, сложения, куча извлечений квадратных корней, что бы вы ни делали, вы никогда не получите корень кубический из 2. Это очень трудная теория. Теория Галуа называется. Это вот Эварист Галуа, ее придумал. Эварист Галуа погиб на дуэли, не дожив до 21 года. Вот, это такая одна из самых грустных историй, наверное, в математике вообще. Вот, он там как-то очень активно занимался политикой во Франции тех времен, но и к нему подослали профессионального дуэлянта, видимо. Ну, как сегодня считается. То есть, король, видимо, к нему подослал кого-то. Но, на самом деле, не знаю. То есть, насколько это там проверено или не проверено. Факт тот, что он погиб на дуэли, и в последнюю ночь он написал огромное количество страниц, оставляя, значит, ну, как бы в завещании эти страницы. Потом полвека их разбирали, просто пытались понять, что это написано и о чем. Вот, и современная алгебра, она на языке, там, если возьмете любую статью по алгебре, серьезно, там на каждой странице, наверное, несколько раз будет имя Галуа встречаться. Группа Галуа, там, расширение Галуа и так далее. То есть, это такая фигура совершенно легендарная. Вот. Ну и, собственно говоря, вернемся мы к нашей последней этой задаче, а именно к задаче о многоугольниках. Итак, мы можем построить цирковной линейкой правильный треугольник, правильный квадрат, правильный пятиугольник, что мы только что сделали, и правильный шестиугольник. Ну, дальше там довольно просто понять еще несколько вещей, что если есть n-угольник, то 2n-угольник тоже есть очевидно, да, в правой тебе сектриса. То есть, это как бы двойка тут, там, отсюда надо строить только нечетные. Нечетные угольники, потому что остальные получаются автоматом. Дальше там тоже простое рассуждение, что если есть m-угольник и n-угольник, то тогда mn-угольник тоже есть при наибольшем общем делителе m и n равном единице. То есть, если это взаимопростые два числа, и мы умеем строить такой и такой, то мы умеем строить произведение сторон, количество сторон равное произведению. Вот. Ну, это отдельно очень красивый сюжет, вполне школьный. Но сейчас я не останавливаюсь, в интернете лежат там соответствующие мои ролики про это. Вот. То есть, на самом деле, сводится все к p в степени альфа угольником, где p нечетное простое. Вот. И вопрос, вот при каких p и при каких альфа это строится. Ну, и первое, вот первое, что мы не понимаем, да, нечетное простое, p, соответственно, больше, чем 3,5, потому что по 3,5 мы уже умеем все, понимаем. Ну, первое такое простое — это 7. Семиугольник. Ну, не так красиво получилось, но тем не менее, правильный семиугольник. Если бы он мог быть построен, то мы бы умели строить синус 2π делить на 7 с помощью циркуля линейки. Та же самая наука, теория Галуа, говорит о том, что это невозможно. То есть, его арифметическая природа этого числа, так же, как и предыдущих этих всех, корень кубический из 2, синус, чего там было, 10 градусов, да, ну, и более сложное число π, не позволяет представить это число в виде конечной процедуры с помощью излечения квадратных корней. Поэтому построить семиугольник циркуля линейкой невозможно, и древние об это сломали все свои копии, все поломали, все, задача осталась. Ну, и на самом деле они ничего больше не придумали. То есть, уже девятиугольник чуть реже пытались строить, видимо, чем семиугольник, 11, 13 угольник. В общем, дальше как бы уже, ну, если мы даже думали, они, наверное, как, вот семиугольник не умеем, ну, как мы можем претендовать на 13 угольник, да, какой смысл об этом думать? Так вот, теперь вот, внимание, вот теперь произошло чудо. Чудо произошло в 1700, так, сейчас я вспомню примерно хотя бы, 1797 плюс 19. 1777 это намек, ну, намек это, если я правильно помню эту дату, тогда это правильный намек. В 1796 году. Один величайший математик 18 века тоже, ну, я прямо про каждого говорю величайший, Галуа величайший, и этот тоже величайший. Ну, в общем, один человек, который тоже оставил огромное наследие, в 1796 году в возрасте 19 лет, а это год его рождения подсказывает вам, о ком я говорю, в возрасте 19 лет построил циркулем и линейкой правильный, хочется сказать 19, да, угольник, но нет, 17 угольник. Вот, взял и построил. Вот просто не доказал, что нет. Если бы доказал, что нет, было бы понятно. Античные не знали науку алгебры, ничего про поля, расширение полей, там кольца и так далее, и они не знали то, что сегодня, значит, чем алгебра оперирует. Можно было бы понять, что вот он, как бы, пригласив какую-то новую науку, он, значит, смог доказать, что нельзя. Нет, он сделал по-другому. Он тоже пригласил некоторую науку, которую античную, видимо, не знали. Он пригласил ее и построил 17-ти угольник циркулем и линейкой. Наука эта называется вот такой вот буковкой. Что это такое? Комплексные числа. К тому времени уже сильно в обиходе были. Комплексные числа появились в 16 веке, вроде как приписываются Рафаэлю Бомбиери. Но они напрямую связаны с еще одной античной задачей, о которой я вам сказал, чтобы вы мне напомнили, чтобы я о ней поговорил. Сейчас мы к ней перейдем. Но пока, значит, я хочу, чтобы кто-нибудь догадался, что это за человек. Да. Да. Карл Фридрих Гаусс, которого при его жизни называли король математики. Карл Фридрих Гаусс. Значит, он сумел провести построение с помощью циркуля и линейки, но построение это невозможно придумать, если не знать, что такое комплексные числа. То есть оно полностью алгебраично в каком-то смысле. Он написал 8 примерно уравнений квадратных и доказал, что последнее уравнение имеет своим корнем как раз вот этот самый синус 2π делить на 17, который требуется. Но вот эта последовательность квадратных уравнений, которую он написал, невозможно о ней догадаться без комплексных чисел. То есть это была как бы она принципиально была из-за этого сделана. Ну, понимаете, да? То есть может в античном мире как-то каким-то образом случайно и догадались бы до этого 17-угольника. Но надо же еще догадаться, что именно 17-угольник надо пытаться строить, да? А не 13, не 11, да? То есть как бы это, ну, наверное, не очень уж много сил было именно на 17-угольник потрачено. Ну, а вместе с 17-угольниками он еще смог построить 257-угольник. И, внимание, 65537-угольник. С помощью циркуля-линейки. Очень полезно в народном хозяйстве, правда, и в быту. Именно 65537, понимаете? Но насчет 17-угольника я вам скажу, что в городе Геттинген, где он прожил там большую часть жизни, ему стоит памятник на 17-угольном постаменте. То есть как бы вошло все-таки. 17-угольники в жизни, безусловно, встречаются. 65537-угольник — это просто окружность, если по-русски говорить. Любой физик скажет, что это окружность. Ну, а не мы! Нет, мы так не скажем. Так вот, окончательная теорема, которая включает как результаты Гаусса, так и результаты, которые следуют из теории Галуа, заключается в следующем. Пусть Н нечетно, но я уже говорил, да, что как бы четные неинтересные. Пусть Н нечетно. Тогда правильный Н-угольник строится циркулем и линейкой тогда и только тогда, когда число Н представляется в виде произведения различных простых чисел, Каждая из которых имеет вид 2 в степени 2 в степени L плюс 1. Для каждого I, ну, я здесь L I должен был бы поставить, но тогда будет слишком много обозначений. Вот такие, да, ну, а так как как бы фактически речь идет о том, что мы умеем просто строить соответствующие, да, пэшки с пэшками просто, то есть многоугольники с простым количеством сторон строятся в том и только в том случае, когда простое число представляется в виде двойной, двухэтажной экспоненты. Двойки плюс 1. Ну и действительно, поехали. L равно 0. Чему равно P? 2 в нулевой. Единица. 2 в первой. 2 плюс 1. 3. L равно 1. 2 в первой. Получается 5. Но это и античные знали. L равно 2. 17. 2 в квадрат 4. 2 в четвертый 16. 17. Гаусс. Ну, дальше тоже Гаусс. Оба следующие тоже Гаусс. 2 в кубе. Это что? 8. 2 в восьмой. 256. P равно? 257. Узнаете? L равно 4. Абсолютно верно. L равно 5. 5. Ага. Составное. Вышел баг. Система сломалась. Жил-был такой математик. Его звали Пьер Ферма. Все знают его, правильно? Я думаю, что не может быть такого, чтобы кто-то пришел ко мне на лекцию и не знает, кто такой Ферма. Ну, может быть, только случайно, если он, например, видел меня где-нибудь в интернете и решил посмотреть, как я выгляжу вживую. И уже здесь узнать, что есть Пьер Ферма на свете. Жил когда-то. Ну, в общем, если кто не знает, кто такой Пьер Ферма, я приглашаю в увлекательный мир математики ко мне на канал и так далее. Но это потом еще приглашу. Короче, жил-был Пьер Ферма. Он был совершенно там, он был одержим не только уравнением, которое все знают, да, уравнение великой теоремы Ферма, о которой я вот утром рассказывал в школе номер 4. Подробно, да, более подробно. Но он еще был много чем одержим. В частности, формулой простого числа. Он искал формулу, которая дает всегда простое число. Вот ты выписал и дает простое число. И он говорит, вот она, вот она формула. Эйлер равно 0, Эйлер равно 1, Эйлер равно 2, Эйлер равно 3, Эйлер равно 4. Все простые. Эйлер равно 5. Приходит Эйлер. Ферма давно умер уже, в гробу лежит. Все. Эйлер говорит, 641 – это делитель этого числа. Я напомню, что калькуляторов, не говоря уже о компьютере, в то время не было. Вопрос. Как Эйлер этого добился? Ну, на самом деле, да, в столбик, ответ в столбик. Ну, знаете, встает Эйлер каждый день, начинает утро с такой легкой зарядочки, разминочки. У меня вот есть, например, мой комплекс упражнений. А у Эйлера был какой комплекс упражнений? Берет очередное простое число и проверяет, не делится ли случайно 2 миллиарда на это простое число. Ну, это быстро, в принципе, да, несколько минуток. Ну, и где-то на какой-нибудь там 641 – это примерно сотое, наверное, простое число. Ну, так по очереди, да. Ну, вот раз… О! А зачем было это проверять? Потом я вот это рассказывал, все. Потом мне как написали один очень умный человек, говорит, я не могу больше на это смотреть. Саватеев. Ну, ладно, ты там ездишь, занимаешься популяризацией, бог с тобой, но зачем ты придумываешь формула простого числа, на которое, в принципе, может делиться число вида 2 в степени 2 в Эльте плюс 1, она очень специального вида. И это пятое число всего лишь сначала, которое такого вида удовлетворяет. Поэтому ничего, он там посидел несколько минут и все установил. Но все равно идея, что он начал проверять, да, то есть он говорит, а вдруг я проверю, а вдруг оно непростое, да, мало ли там. По каким причинам оно вообще должно быть простым? Вот здесь никаких причин нет. Да. Он же не строил, да? Нет, не думаю. Дело в том, что Эйлер жил до Гаусса. Они не пересеклись. Они пересеклись на какие-то 10 лет, когда Гаусс еще там ходил ногами под стол, хотя уже что-то там такое, всякие приколы про него уже были. Вот. В общем, ну дальше, понятно, в нашем веке включились компьютеры. И, по-моему, до числа 2 в 2 в 50 и плюс 1 уже все проверено. Там с каждым разом все сложнее, как вы понимаете, проверять, да. Вот сейчас какой-то там алгоритм вероятностный придумали полиномиальный, может дело ускорится немножко. Но все равно пока мы не имеем ни одного больше такого числа. То есть пока весь список, вот огласите весь список, пожалуйста, да, как в одном фильме. Я оглашаю весь список. Существует ровно 5 простых чисел, таких, что многоугольники соответствующие строятся в цирковной линейке. Вот они. Это на сегодня. Может быть, когда-нибудь будет еще. Любое такое будет строиться. Остальные строиться не будут. Никакой P-квадрат-угольник не строится ни при каком простом нечетном P. В частности, 9-ти угольник тоже не строится. Это вот часть общей теории. Так. Мы раздолбали все, что касается задач на построение. Согласны? Раздолбали. Перевернем страницу и еще пару слов скажем про уравнение. У нас доскатье вообще время. До 9, да? Ну, полчаса на общение, да? То есть еще лекцию полчаса, потом пообщаемся, да, полчаса? Отвечаем на вопросы, поговорим. Вот. Значит, следующая короткая тема. Ну, вот мы умеем решать AX-квадрат плюс BX плюс C равно нулю, да? В общем виде. Мы умеем писать формулу, которую даже я при своем склерозе, таки наизусть до сих пор до 40-ка, почти что 9-ти лет. Помню. Ну, наверное, в 60 лет уже забуду. Ну, посмотрим. Но пока помню. То есть это как бы вы подставляете, все сокращается. Ну, и как бы при любых ABC, да, это является решением. Если бы, тут я говорил, все сокращается, поэтому решение могло бы быть так, что вроде как ничего не сокращается, но по факту проверяешь, и всегда получается решение. Ну, это мне тоже как бы въедливые математики пишут, говорят, что это не эквивалентно, потому что все сократилось или что это всегда решение, это не эквивалентно. Ну, формально говоря, это правда. Значит, дальше произошло следующее. Вот такое уравнение. Была целая драма. Ой, разумеется. Ой, спасибо. Вот хорошо, что есть внимательный слушатель, да? Я прошу прощения, да. Так вот, значит, у нас есть уравнение просто третьей степени и произвольные коэффициентики. Что делать? Ну, вот античной математике это не далось. Скажем так, до нас не дошло решение этого уравнения, даже если оно у них было. Но в 1550 примерно третьем году, примерно, я точно не помню, я помню в школе, что я удивился, что вот в одном месте Казань штурмовали, а в другом это решение придумывали. Вот. То есть это было где-то в районе, когда Грозный брал Казань. Ну, и там был целый баттл итальянских математиков, которые это придумали. Они оспаривали друг у друга первенства. Тарталья и Кардано. Целый баттл. Там был математический баттл, как вот сейчас рэп-баттлы бывают. А тогда был математический баттл, такой собралось куча народу, они там друг другу доказывали, кто у кого своровал из них это решение. Ну и потом ученик Тарталья по фамилии Феррари сочинил решение уравнения АХ четвертый плюс БХ кубе плюс ЦХ квадрат плюс ДХ плюс Ф равно нулю. Я поставил Ф, потому что если бы я поставил Е, Е такая буковка в математике, она занята. Поэтому я поставил Ф. Вот, значит, формулы эти были очень странные. В частности, если написать Х кубе минус 7Х плюс 6, то у такого уравнения 3 корня. Единица, двойка и минус тройка. Если я по памяти не ошибся, сейчас проверим. Ну, один легко проверить. 8 плюс 6 минус 14 тоже. Так, минус 27 плюс 21 плюс 6, да. То есть у него 3 вещественных корня, даже целых, да, целочисленных. Но если подставить к нему вот эту формулу, формулу, которую он выдумал, там получается какой-то трэш. Там извлекаются корни из минус 100. Что-то там корень кубический из чего-то плюс корень квадратный из минус 100. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Какого рожна? Откуда здесь минус 100? Как это работает? Причем тут корень из минус 100, если это обычные целые числа. Ну да. Я понимаю, если в квадратном уравнении нет вещественных корней, тогда есть комплексные корни, и они получают формулу извлечения корней из отрицательных чисел. Это нормально. Но это ненормально. Когда кубическое уравнение, которое имеет три вещественных корня, не может быть вычислено никак, кроме как никаких других формул. Мы не знаем, кроме формулы кардана. Их не существует больше никаких, да? А формула кардана требует пройти через комплексные числа. Хотите решать кубическое уравнение? Извольте. Но даже в случае его целочисленных решений, добро пожаловать в комплексные числа. Без них вы не сможете написать даже формулу. Вот это на самом деле, это суть всей математики. Вот если вот говорить в одном, что такое математика? Это когда тебе для чего-то совсем-совсем простого и обычного нужно привлекать какие-то новые, совершенно непонятные, несуществующие сущности. Вот в этом как бы суть математики состоит всей. И здесь это так и сработало. После этого комплексные числа были развиты. После этого Гаусс с помощью них построил 17-угольник и так далее. Ну а дальше? А если мы начнем с х пятой или с х шестой? Ну и вот здесь примерно тогда же, когда раздолбали все вот эти античные задачи на построение, тогда же было строго доказано, что формулы, которые выражает решение через коэффициенты универсальной, для уравнения пятой, шестой и так далее степеней не может существовать. В принципе, математически строго не существует. Доказал это Абель, но Галуа потом очень сильно развил это, и он прям предъявлял, вот дайте мне эти А, Б, С, я вам скажу, существуют или нет, там по некоторой схеме. Вот так вот будет существовать, так не будет существовать. То есть некоторые уравнения разрешимы, некоторые, но вот там на вскидку х пятой минус 3х плюс 3 равно нулю неразрешимо. Вот если я правильно помню, вот, например, вот такое уравнение, там принцип такой же, как вот с три секции угла. Мы доказывали, что угол нельзя разделить на три равные части. Как? Мы говорили, если можно, то можно разделить 30 градусов и получить угол в 10 градусов. А вот это противоречит современной алгебре. Здесь мы делаем так, если пятую степень можно разрешить в общем виде, тогда можно разрешить его в таком частном конкретном виде. Вот это уравнение должно иметь корни, которые выражаются там, ну, с помощью выражений с плюсом, минусом, умножить, разделить, извлечь какие-то корни разных степеней, каких угодно. Но строго доказано, что для этого уравнения не существует соответствующей формулы. Никакой. Ну и вот, соответственно, на этом закончилась первая величайшая революция. Первая величайшая революция в математике, которая вот эти все задачи античные раздолбала. Но, однако, простым числам повезло не так. Загадки простых чисел. И под самый конец я вам расскажу совсем веселую историю. Значит, загадки простых чисел в большинстве в своем остаются загадками. Ну, что такое простые числа? Два, три, пять, семь. Они не делятся ни на какие, кроме себя и единицы. Можно выписать довольно много их. Выписываем, выписываем. Я наизусть помню некоторое количество. Я на самом деле наизусть помню до 109 их. Ну, давайте я, чтобы было эффектно, напишу в конце вот эту вот эффектную четверку. Великолепная четверка. Великолепная четверка и вратарь. Все вот эти числа простые, все четыре. 101, 103, 105, 107 и 109. Вот. Ну, и дальше что-то там еще. Правда? 641 то же самое, которая элеровская. Ну, значит, теорема Евклида. Звучит так. Простых чисел бесконечно много. То есть этот ряд никогда не закончится. Это знал еще Евклид, он это хорошо понимал. Ну, давайте попробуем провести рассуждение. Так, в общих чертах. То есть как это доказывается? Как вообще мы доказываем теоремы в математике? Часто. Индукция бывает метод. Пьер Фирмай изобрел метод бесконечного спуска. Бывает метод инварианта, как вот в пятнашке. В пятнашке создается некоторая величина, которая не меняется в процессе разрешенных действий. И эта величина после перемены физической вырывания этих двух квадратиков, она меняется. И из-за этого, так как разрешенные действия ее не меняют, а если я вырвал и поменял, то поменяется, соответственно, я и не могу ничего сделать того, что требуется. Значит, это, соответственно, нам такой метод, в настоящее время очень часто применяемый метод инварианта. Ну и, собственно, конечно, все знают метод доказательства противоположного, который называется, короче, отпротивного. Метод отпротивного. Значит, предположим, что простые числа закончатся в каком-то месте, что их конечный список, он где-нибудь завершится каким-то числом, огромным числом n. Все. А дальше все будут составные. Значит, что значит составное число? Составное число может быть разложено на множители. Ну, понятно, что если мы будем дальше раскладывать, 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 любое число будет разложено в произведение простых, конечный список простых будет. То есть у любого числа есть простой делитель. Вот я что хочу сказать. Либо само оно простое, тогда вот оно является своим. Либо у него, если оно даже не простое, у него есть какой-то простой делитель. Значит, соответственно, если я вам покажу какое-то число, у которого нет простого делителя, то я приду к противоречивому. А я это сделаю в предположении, что простых чисел — конечный список. То есть, делая предположение о конечности, я логически непротиворечиво прихожу к числу, у которого нет простого делителя. И тем самым, раз верно все, начиная с предположения о конечности списка, то значит, вот эта конечность списка и была неверным утверждением, которое лежало в основе. А значит, мы доказали, что их бесконечное количество. Ну что, предъявляю это число равно произведению всех простых чисел, вообще всех. И еще плюс один. У него нет простых делителей. Во-первых, оно больше всех простых чисел, намного. Уже как бы минимум вдвое больше самого последнего, тем более понятно, что. То есть, оно совершенно огромное, безумное, но так как это конечный список, оно должно быть конечным. А простых делителей у него быть не может, потому что все простые здесь перечислены. А это значит, что предыдущее число делится на все простые числа. А следовательно, следующее уже не может делиться ни на один из них, потому что два числа подряд не могут делиться ни на двойку, ни на тройку, ни на четверку, ни на пятерку. Вообще ни на какое натуральное число, больше единицы. Два подряд числа делиться не могут. Поэтому получаем, что раз вот это делится на все простые, значит, это не делится ни на один. Значит, не имеет простых делителей. Все, противоречие. Противоречие означает, что список этот никогда не кончится, и такого числа никакого существовать не может. Отлично, бесконечно. А что точнее можно сказать? Какие-нибудь еще интересные вещи про это можно сказать? Например, насколько много простых чисел в районе числа миллиард? Вот я взял число миллиард и запросил компьютера в каком-нибудь диапазоне длины миллион, ну то есть от 999 миллионов 500 тысяч до 1 миллиард 500 тысяч. Вот в таком диапазоне. Попросил компьютер выдать мне весь список простых и посчитал, сколько их там. Это сейчас компьютер там понятно. Современный компьютер делает это мгновенно. Вообще библиотеки этих простых там лежат на многих триллионов. Хорошо. Ваши ставки, дорогие друзья. Я люблю обращение друзья, потому что говоришь господа, обижаются товарищи, говоришь товарищи, обижаются господа. А я не хочу половинивать свою аудиторию. Я хочу быть и с красными, и с белыми. Конечно, в некотором смысле это похоже на какую-то продажность политическую. Но мне хочется математику обсуждать. С точки зрения математики оба лагеря изобилуют, кишат любителями математики. Поэтому я придумал свое собственное обращение. Друзья. Я вообще говорю, это обращение, которое примеряет всех. Друзья и все. Кто считает, что он господин, он господин. Кто считает, что он товарищ, он товарищ. А друзья все. Так вот, друзья, ваши ставки. Сколько здесь будет простых в этом диапазоне в районе миллиарда? Вот плюс-минус 500 тысяч. Сколько среди этих миллиона чисел будет простых? Так. Больше 10 тысяч. Меньше 100. Неплохо, да? Разрыв. Так. Меньше двух. Ровно два. Поставить кто-нибудь на тысячу, например. Готов или нет? Не готовы. До 50. Замечательные прогнозы. Тут один прогноз сильно отличается от всех остальных. Но, как вам сказать, вот есть такой способ решения вопроса, да? Голосованием. Поднимите руки, кто за вот этот вариант больше 10 тысяч? Кто за то, что меньше 100? Ну да, если я спрошу, кто за то, что меньше 100, я имею в виду… Ну давайте так, давайте все-таки вот так, кто за то, что 2? Вот прям 2. Так. Кто за то, что вообще меньше 2? Так. Кто за то, что меньше 50? Но больше 2, да? И кто за то, что меньше до 50 и 100? Так, хорошо. Мы видим следующее, что вот если ставить на голосование и этот вопрос против вот этих всех, то эти сильно победят. А если по отдельности, то, как ни странно, вот здесь больше всего голосов было, а здесь как бы чуть-чуть меньше, но примерно это самое. Ну да, я хотел сказать, что голосование – это никуда не годный способ решать вопросы, но в данном случае надо сказать, что он вполне годится. Их огромное количество. Их действительно больше 10 тысяч. Сейчас я скажу примерно сколько. Формула выглядит так. Их примерно миллион делить на логарифм натуральный от миллиарда. Здесь надо подставить, сколько я взял диапазон, и разделить на логарифм от того числа, в районе которого я их ищу. Если я ищу в районе миллиарда, мне нужно найти логарифм натуральный. Что значит логарифм натуральный? Это вот есть такое замечательное число Е, которое я уже упоминал. Ну, я могу про него отдельно целые лекции читать. Даже такие лекции есть в интернете про число Е. Но если так вот, о, а, вот здесь хорошо говорить. Значит, число Е запоминается очень просто в городе Тула. Потому что оно содержит два раза год рождения Льва Николаевича Толстого. А здесь, наверное, его знают. Выступал я как-то в одной замечательной республике нашей, национальной республике, где были очень неплохие ребята математики. Очень неплохие. И я сказал, что число Е, оно равно вот этому самому. И очень легко, говорю, запомнить. Вот два раза год рождения Льва Николаевича Толстого. И слышу шепот такой, шепот. Причем лекция была сложная, реально там, ну, нормально, молодая школа очень хорошая. Вот, и вот, значит, это самое, шепот такой. А когда он родился? Ну, это еще ладно. Но параллельно другой шепот. А кто это такой? Вот, но в аудитории никто не помнил, когда год рождения Толстого. Ну, вы, наверное, слушайте, а честно поднимите руку, кто помнил вот до этого момента, кто помнил. О, кто тоже, да. Тоже не очень много народу помнит год рождения Толстого. Да, даже в Туле не очень много народу. А, благодаря Е. Кстати, неплохо, да, помнить год рождения Толстого, потому что ты помнишь число Е, поэтому помнишь год рождения Толстого. Это хороший вариант. Вот. Ну, короче, вот это вот Е, но это как бы чуть больше двух, ну, точнее, ближе к трем. Ну, нужно решить уравнение, там, грубо говоря, 3 в иксовый равно миллиард. Ну, просто говоря, на самом деле, разница будет не очень большая. Ну, и это где-то 22, что ли, Е в 22-й. То есть нужно поделить всего лишь на 22. Каждое 22-е, по-русски говоря, каждое 22-е число в районе миллиарда простое. Не каждое сотое, не каждое тысячное, не каждое, там, миллионное, а каждое 22-е. Поэтому, конечно, да, заведомо больше 10 тысяч, там будет простых, на самом деле, сильно больше. Вот. Отлично. Отлично. Но про этот закон там целая история. В этом законе Чебышев первый, значит, первый оценку такую получил Чебышев. Он написал, что количество простых, там, вот в некоторой окрестности числа n можно заключить в клеще между там одной константой умножить на эту величину и другой константой умножить на эту величину. Но окончательно закон, асимптотический закон распределения простых чисел, я не хочу убирать этот слайд, потому что я хочу еще одну загадку здесь рассказать. Асимптотический закон выглядит так, что n-ное простое число делить на номер этого простого числа и на логарифм этого номера, вот это выражение неограниченно приближается к единице с ростом n. То есть если я подряд буду брать вот эти простые числа, первое, второе, третье, четвертое, пятое, штое, седьмое, восьмое, скажем, миллиардное простое число делить на миллиард и на логарифм миллиарда будет очень близко к единице. Но миллиард, на логарифм миллиарда это где-то 22 миллиарда. Ну как раз получается, что миллиардное простое число в районе 22 миллиардов. Ну и так n-ное простое число будет в районе числа n умножить на логарифм натуральное число n. То есть вот как раз плотность будет такая, как… Говорят, это Гаусс, это предположил, доказать не смог. Чебышев дал оценки в 1852 году, прогремел на весь мир. Это был прям такой вот… После уже Лобачевского, уже как бы Лобачевский еще его постепенно осознавали, что сделал Лобачевский. Ну Лобачевского там частично Гаусс пропиарил, но в целом как бы окончательно он вошел в обиход, его достижения были осознаны чуть позже. А тут Чебышев пришел и вот это вот выкатил. Но спустя 40 лет два француза, Валепусен и Адамар, они независимо доказали этот закон уже в полной строгости с помощью, опять же, комплексного анализа. Но что осталось? Остался огромный список нерешенных проблем, например, такая. Видите вот эти парочки? Простые, которые идут через один. Подряд, понятно, не могут, потому что четные, простое число только одно, это два. Но вот нечетные два через одно могут вполне идти. Никаких принципиальных препятствий здесь нет. И они вот идут себе, идут, идут. Вот вы включаете комп где-нибудь, примерно триллиона, вы находите эти пары, заходите дальше, идете, тоже доходите эти пары. Вот прям совсем рядом. И, в общем, на самом деле на сегодня никто ничего про это не знает. Просто никто и ничего. Мы не имеем ни доказательства того, что этих пар будет бесконечно много, ни опровержения этого утверждения. То есть это вот как была бы Евклиде самая древняя нерешенная математическая задача. Так она и остается. Вот так вот она и живет. Не знаю, когда она будет снята. Снято? Будет ли когда-нибудь снято? Там про промежутки определенные интересные вещи доказал в 13-м году. Итан Джанг. Итан Джанг. Такой математик, работающий в Америке, китайского происхождения. Первый, наверное, такой серьезный, действительно гениальный математик из Китая. Нет, Черон, который Джэнь Шэнь Шэнь его зовут, был 50 лет до этого. Ну, в общем, вот Итан Джанг, он прогремел на весь мир, когда он в 13-м году. Он доказал, что между соседними простыми промежуток не устремляется в бесконечность. То есть если вы даже залезете куда-то в числа, ну вот там невероятного размера, который невозможно себе представить, допустим, я выпишу в десятичной системе числения, простое число будет длиной отсюда до Петербурга или до Москвы. И даже в тех краях, в районе этих чисел, будут встречаться простые на расстоянии не более чем 246. Просто 246. Число 246. То есть не на расстоянии 2, а на расстоянии 246. А на расстоянии 2 мы не умеем. Вообще в 13-м году был какой-то фурор. Думали, что ее скоро решат. Но дальше не пошло. До двойки не дошло. Ну и вообще простые числа оставили нам огромное количество загадок. До сих пор, например, неизвестно, является ли любое четное число суммой двух простых. Называется проблема Гольдбаха. Проблема Гольдбаха-Виноградова. Виноградов доказал, что достаточно большое нечетное число является суммой трех простых. Это был большой прорыв на тот момент. Это был 1937 год. Буквально несколько лет назад компьютер досчитал до того числа, начиная с которого все доказано. Он досчитал все предыдущие. И там тоже оказалось, что каждая является суммой трех простых. То есть теперь можно сказать так. Теорема утверждает, что любое нечетное число является суммой не более чем трех простых. То есть либо само простое, либо сумма трех простых. А вот более сильное утверждение про то, что любое четное является суммой двух простых, оно нам не поддает сам. Ну и, пожалуй, завершу я одной удивительной геометрической проблемой. Готовность номер один, но не сейчас, я скажу когда. Итак, вот равносторонний треугольник. Это тоже античная задача. Как его разделить на две равные части? Ну, ежу понятно как. А на три? Ну, тоже ежу понятно, да? Вот раз, два, три. Также на шесть видно здесь же, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На четыре можно? Как на четыре? Молодец. Надо вслух, вслух говорить. Действуй как москвич. Правильно говоришь, да. Вот вам на четыре. Причем на четыре оно отличается от остальных тем, что они тоже равносторонние треугольники. Поэтому если я умею на n, то на четыре я, очевидно, тоже умею. Потому что я эту процедуру, которую на n, запускаю здесь, здесь, здесь и здесь. Получаю на четыре n. А на пять? Как на пять? Можно ли разделить? Как-то выступаю в Мурманске. Деп ОБР готовил, местный департамент образования, готовил мой доклад. Вез школьников со всей области. Вообще со всех городов Мурманской области, Скольского полуострова. Полный зал. Я говорю, на пять как? И тут девочка маленькая, пятиклассница, поднимает руку, говорит, вот смотрите, пожалуйста, Алексей Владимирович. Я говорю, покажи. Она говорит, а вот так. Вот так примерно и вот так. Ну, как бы очень, конечно, ну, то, что ребенок вот так сразу придумал, это, конечно, да. То есть я думаю, что она там сейчас блистает в Олимпиадах. Я совершенно уверен в этом. Но это неверно. Потому что здесь прямой угол, а здесь, если посмотреть, там нельзя добиться, чтобы они были прямые. Похоже, похоже, но неверно. Так вот, внимание. Эту задачу античный мир не решил. Античный мир не решил. И на Семен и так далее тоже не решил. Ну, там, в общем, там есть некоторое количество чисел, на которые умеют делить. Некоторые, на которые не умеют. Да, но понятно, почему вот это неправильное решение. Эти части будут одинаковые по площади. А нужно, чтобы они были равны, как фигуры. То есть совмещались друг с другом с помощью движения. Взял, перенес и поместил. Так вот, я завершаю нашу встречу. Ну, нет, встречу мы еще не завершаем, мы еще поболтаем. Но, по крайней мере, лекционную часть на мажорной ноте. А именно, в 2013 году, ой, в 2013 году было снято с мертвой точки невероятное количество математических проблем. Одну лекцию целиком можно читать про достижения 2013 года. Что-то такое вот странное случилось. Так вот, в 2013 году скромный ученый из Екатеринбурга по имени Михаил Патракеев. Что вы думаете сделал? Из Екатеринбурга. Что он сделал? Ну, два варианта, да? Да, либо разделил, либо доказал, что разделить нельзя. Ну, мы все, конечно, я честно скажу, что с тех пор, как вот была теория Галуа, скорее всегда ожидали, что старые античные проблемы имеют решение в отрицательном ключе. Ну, как бы, если можно разделить, почему они, у них было бесконечное количество свободного времени, бесконечное, этих смартфонов не было ни у кого. Можно было сколько угодно спокойно жить и думать. И они не додумались, значит, наверное, невозможно. Нет, он его разделил. Просто разделил. В студию рисунок. Я отодвигаю. Сейчас вы увидите, как выглядит картина, как равностоянный треугольник разделен на пять равных частей. Каждый цвет – это отдельная часть. Цвета совмещаются движением. Смотрите. Они не связные. Вот зачли бы это или не зачли античные ученые? Вот как вы думаете? То есть это как бы читинг чистой воды. Части не связные. Да, царь ненастоящий. Да, как в фильме, помните? Посмотрите. Части не связные. Вот этот зеленый кусок, в нем вот эта мельница верхняя где-то там крутится. Но формально эти части являются подмножествами плоскости, которые переносом друг с другом полностью совмещаются. Что видно невооруженным глазом. То есть здесь, как сказать, это не только решение в позитивном ключе. Оно еще такое, что оно сразу непосредственно проверяется без всяких этих самых. Я думаю, что античные бы зачли. Ну то есть как бы отдельный вопрос, можно ли разделить на связные куски, которые вот так вот не прерываются. Ответ неизвестен. На семь вообще неизвестно, можно ли хоть на такие. На самом деле, если честно, я думаю, что можно. Просто еще никто не выдумал. Там какая-то жутко вычурная картинка. И это, конечно, может просто любой школьник, такой сильный школьник вполне может придумать. Если действительно на семь можно, то скорее всего что-то похожее. Это какая-то невероятная идея, вот как это делать. Ну вот вам, пожалуйста, вот она картина Михаила Патракеева. Ну что? Что это? Какое там Пикассо? Посмотрите на это. Вот она математика. Вот она как выглядит. А решение Дегрея, проблемы хроматических чисел, что хроматическое число плоскости больше четырех, там просто вообще галерея художественная идет из картинок. Ну вот на этой, пожалуй, мажорной ноте, на этой мажорной ноте лекционная часть может быть закончена. И я отвечаю на любые вопросы. Да, спасибо, спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вас так достаточно много для города, там полмиллиона, да, жителей. Вот, сейчас я напишу вам канал, который вдруг вы не знаете. Маткульт, привет. Пока вроде YouTube не закрывает. Нам несколько раз слали грозные предупреждения из правительства, что YouTube будет закрыт, ваш канал не является запрещенным, поэтому озаботьтесь переноси на российскую платформу. Ну мы, конечно, озаботились на всякий случай, но все равно YouTube удобный на самом деле. Может это не патриотично звучит, но там очень долго его как бы настраивали, он удобный. Но если закроют, мы все равно там найдете нас, денете на Яндекс.Дзене или на Рутюбе. Ну в общем понятно, мы никуда не денемся. Имея трех детей до 16 лет, в возрасте до 16 лет, всего пятерых, я в Советскую Армию не планирую в ближайшее время, поэтому деятельность буду продолжать, все выкладывать. Никуда не поеду, никуда мы не собираемся ехать. Наоборот, мы спасаем физтех от того, что все… Ну то есть на физтехе у нас как бы мы спасли физтех от того, что все разъедутся, а у нас народ не разъезжается. Вот. Здесь куча всего, всякая всячина, 100 уроков математики в разных видах, в плохом качестве все, в хорошем первая половина, вот к концу декабря должна быть до 50-го урока, в следующем году мы должны доснять до 65-го, по-моему. В общем, постепенно, в течение еще нескольких лет, я думаю, что мы дожмем эти 100 уроков. Там и конспект, упражнения, все такое, это как бы всем, кто такие мотивированные, мотивированным детям и взрослым. Книги все три, там находятся для бесплатного скачивания, естественно. Все наши материалы свободно распространяемые. Ну а кто бумажный хочет, тем магазинчик, соответственно. Ну что, вопросы? Да. Добрый вечер. Алексей, спасибо за прекрасную лекцию. У меня перед вопросом будет анекдот. Да. Алексей, наверное, хорошо знает, как такие мероприятия проводятся. История про конференцию, симпозиум ученых. И после успешных выступлений, вечером банкет, после банкета, трое ученых возвращаются в свои номера. Один ученый физик, другой химик, третий математик. Так. И у всех троих по какому-то стечению обстоятельств происходит возгорание. Физик говорит, так, горение — это процесс, который происходит при высокой температуре. Надо снизить температуру, и все погаснет. Льдом засыпал, все погасло. Химик говорит, так, горение — это процесс химический, который проистекает в присутствии кислорода. Прикроем кислород, все погаснет. Математик в панике бегает по номеру, что же делать, что же делать, что же делать, выскакивает в коридор, в конце коридора видит огнетушитель. Решение существует. А, да. Радостно восклицает математик. И на свисту возвращается в догорающий номер. Покойно возвращается в горячий номер. Вопрос следующий. Из того, что мы сегодня услышали, а какое может быть практическое применение этих знаний? Практическое применение… Ну, обычно практическое применение устроено следующим образом. Человек, который хочет что-то изобрести, идет, изучает математику и смотрит механизмы для изобретения. Например, самолет. Это устройство было изобретено на основе изучения, как должно быть устроено крыло, чтобы быстро он летал. Крыло устроено на основе функции Жуковского, комплекса значный, которую Жуковский изучил до 50 лет до этого. Без всякой мысли о самолете. Дальше. Эйнштейн изложил основу теории относительности. В частности, было новое сложение скоростей. Не прямо V плюс W. А V плюс W, если я не ошибаюсь, делить на 1 минус произведение модуля делить на C квадрат, что ли. Вот что-то такое. Ну, в общем, формула такая. Формула сложения скоростей по Минковскому. Но, внимание, Минковский ее изобрел за 10 лет до этого. Он показал эти… Ну, ему говорят, ну что, нормально, зачем так складывать скорость, если есть нормальная V плюс W. Он говорит, ну не знаю, зачем-то. То есть ответ такой. Математика – это приводной ремень мира. И если ты занимаешься математикой, то, скорее всего, ты изучаешь законы красоты, которые заложены внутрь нашего мира как основа. И, скорее всего, тогда эти законы красоты в конце концов приведут к построению ракеты. Эйлер изучал эти самые движения переменных масс. Эйлер. Это потом Циолковский посмотрел на это и сказал, полетим. Посмотрел. Спустя 100 лет после Эйлера. Посмотрел и сказал, полетим. Но Эйлер не запускал ракет. Он просто написал уравнение. Получилось, что масса от расправляемого объекта, от расстояния, которое оно должно пролететь, зависит экспоненциально. Ну, видимо, на этом успокоился, что решил, что это невозможно уже никак в практическом смысле. А Циолковский, он не остановился на этом, пошел дальше. И дальше уже после него пришел Королев. Уже все запустил по-настоящему, прям вживую. То есть здесь ровно так. Никакого прямого, практического применения, утверждения, что чисел вот таких там будет еще найдено простые или не будет. Конечно, не будет и быть не может. Но в процессе того, как это будет доказано, будет рождено еще куча теорий. Кстати, теория Мфирма, Великая Теория Мфирма, очень хороший пример. Великая Теория Мфирма утверждает, что никакие n-ные степени, начиная с трех натуральных чисел, не удовлетворяют такому уравнению. Такого не бывает. Великая Теория Мфирма сама по себе абсолютно бесполезна. Абсолютно. То есть, так, можно я сейчас возьму еще одну бутылочку попить? Сейчас, у меня пересохло совершенно в горле. Запасся тут неподалеку у вас кушал. Запасся. И не малейшего, конечно, вот такого применения, чтобы взять Теория Мфирма. Вот она не верна, а следовательно, там нельзя построить какой-нибудь там трехгорбый летающий, не знаю, гранатомет. Вот. Такого, конечно, не будет. Но в процессе доказательства Великой Теории Мфирма человечество очень сильно продвинулось в теории эллиптических кривых. И эта область стала популярной. В нее проникли практики и увидели, что старое шифрование никуда не годится. Что мы сейчас построим такое шифрование, что его вообще нельзя взломать. То, что существует биткоин и вообще криптовалюты напрямую связано с великой Теорией Мфирма. Еще вопросы? Здравствуйте. Меня зовут Денис. И следующий вопрос. Вот я на днях прочитал заметку, что IBM выкатила очередной квантовый компьютер с каким-то рекордным количеством кубитов. И журналист в своей заметке написал, что круто, но нет особо алгоритмов, которые применять на этом компьютере. Ну то есть там есть несколько их. Отжих, еще что-то такое. Моделировать процессы. А в общем-то математического аппарата, как бы он так отметил, что особо не разработано. У меня в связи с этим вопрос. Если математика идет вперед в практике, то как же так вышло, что вот у нас аппарат есть, а алгоритмов не особо много? Ну вот это ровно значит, что она вперед идет в практике. Ну то есть практика не догоняет ее. Алгоритм есть. Ой, в смысле аппарат есть, алгоритмов нет. Но на самом деле, если честно, про кубиты я ничего не знаю. Вот конкретно про эту проблему. То есть я в теории алгоритмов я совершенно не разбираюсь. Я попытался тут как-то простым языком сформулировать. У меня в Казани была лекция. Кстати, она пошла очень хорошо в интернете. Вот нам откуда-то приветик. Я там формулируя вот эту как бы P не равно NP задачу, седьмую задачу из списка КЛЭ или какой там номер, я напортачил. И мне потом это на вид ставили сильно. То есть я решил, что про алгоритмы я лучше не буду ничего говорить. На всякий случай, чтобы не быть псевдопросветителем, затемнителем, чтобы не быть. Но вообще бывает по-разному. Бывает, что математика обгоняет, бывает математика, что отстает. Например, в прогнозе погоды математика очевидно отстает. Нам очень-очень-очень нужно качественное решение задачи на въезд токса. Тогда мы будем знать, пойдет завтра на самом деле снег уже на всю зиму. Или он так высыпет, потом стает. Вот мы не знаем. То, что он пойдет, я уже чувствую всем нутром. У меня на это как бы настроен этот внутренний как бы мой. Но он вот действует на один-два дня. Значит, насчет того, стает он или нет, ничего не знаю, ничего не могу сказать. И никто не умеет говорить. И Роман Вильфант тоже не умеет. Он просто щеки надувает. Такие большие щеки. Зима будет теплой. Зима будет холодной. А я сижу и ржу, ну мили и мили. Все равно как бы ты что-то должен же говорить. Тебя спрашивают журналисты. Ну то, что он же не виноват, к нему пристают. Какая будет зима? Он говорит, отстаньте, это же на въезд токс. Откуда я знаю? Он говорит, ну это разве ответ для наших телезрителей? Нам нужен ответ четкий, теплый или холодный. Даже, кстати, с финансовой биржей. Вот я выступал у финансистов. Я говорю, все, что связано с этими индексами, непредсказуемо в хлам. Там нет науки вообще. Но это не значит, что нельзя предсказать. У вас же есть шаманы вместо ученых. Пусть они и предсказывают. Почему не обратиться к шаманам? Так вот, Роман Вильфант ведет себя как великий шаман. Он говорит, опла, будет зима. Но ни с какой математикой это не связано. С математикой 3-4 дня вперед. Все. В очень редких случаях 6, если там очень стабильные. Мы не умеем. А может, будет когда-то такая наука. Может и будет. На самом деле, может быть, будет. Может быть, будут качественные режимы просчитываться такими методами, которые сегодня мы не владеем, как это было с Больцманом. Второе начало термодинамики полностью противоречит всему, что до этого знали. Просто тому, что дифференциальное уравнение просчитывается в обе стороны сколько угодно. А он говорит, нет, назад ничего нельзя просчитать. То есть он открыл новый закон. Граница применимости предыдущих была найдена. Может быть, мы откроем что-то новое. Может быть, на въезд TOX будет разрешен в качественном смысле. Я не знаю. Это лучше спросить у специалистов матфизики. Но в этом месте математика безусловно отстает. А может, это вообще Господь положил здесь грань. Дальше вы не узнаете. Вот он. До сюда идите. Еще вопросы? Так, так, так. Вопрос отчаянника. Как вы говорили, что математика это этажи выстраиваются. И каждый этаж это возрастает уровень познания. И прозвучало то, что математика это язык Бога. И вы, человек, позиционируете себя православным и, думаю, пост соблюдаете и все простые, как писал... Я в дороге все время, поэтому не соблюдаю. Ладно, писал... Отмазался. Отмазался. Шмелев, как писал, что может быть озарение православное и вот это достижение какого-то просветления. И вот, если на таком трансцендентальном уровне сказать, вы можете выразить сущность Бога без атрибутов его бесконечности и непостижимости. Именно математическим языком выразить вот это вот существование. Или кто-то сможет его сделать. Спасибо. Ну, я не берусь. Давайте следующий вопрос. Здравствуйте. Вопрос. Если у математика все знания одинаково общеприняты, то есть о чем они вообще спорят? Математики о чем спорят? Математики в смысле... Ну, в исследованиях каких-то. Один утверждает одно, другой другое. Только хотел сказать, математики спорят о политике, да? О чем они спорят? Нет, внутри математики есть семинары, там происходит обсуждение каких-то гипотез и так далее. Просто продвижение общее. Нет понятия спорта. Нет, вот в таком смысле слова нет. То есть, как споры там философов. Школа такая-то, школа другая, да? Нет, это круто. На самом деле это круто. Я с уважением отношусь к философии, потому что она как-то дает какой-то фундамент такой для всего. Но там, да, там все основано на спорах. Математики в этом смысле, да, споров как бы нет. Мы просто ведем на одном семинаре, как бы ведем, там кто-то докладывает, кто-то говорит, вот эта гипотеза скорее будет верной. Нет, скорее не будет верной. Но это, ну, там, будущее покажет. То есть это всегда такое, никогда не бывает это вопросом такой как бы фанатичной веры во что-то, вопрос сектанства, а вот это все нет. Не бывает такого. Бывают разделы иногда такие вот, что вот этот раздел интересный, этот нет. Вот об этом могут спорить математики. Вот этот раздел интересный и перспективный. Нет, вот этот раздел интересный и перспективный. Но это так, нет смысла долго об этом спорить, потому что будущее всегда покажет. Где будут красивые исследования, там будет интересно и перспективно. Так, вот, молодой человек поднимал руку, и там девушка. Добрый вечер. Мой вопрос покажется немного глупым, но когда вы говорили про натуральные числа, мне стало вот интересно, что вот в диапазоне от одного миллиарда, каждая 22, так чего же все-таки больше всех натуральных чисел, всех вещественных чисел от диапазона от нуля до единицы? Хороший вопрос, да. В этом разобрался Кантер. В этом разобрался Кантер. Там было утверждение следующее, что значит множество натуральных чисел, оно бесконечное, множество там отрезка 0,1 тоже бесконечное, но они неравномощны в следующем точном смысле слова. Не существует взаимно однозначного соответствия между ними, то есть нельзя натуральным числом сопоставить так различные точки отрезка 0,1, чтобы все точки получили какой-то номер. Каждая точка получила свой номер. А подмножество сделать вполне можно. Например, там 1, 2, 1, 3, 1, 4 и так далее. Вот. И в этом смысле натуральных чисел просто меньше, хотя их обоих бесконечное количество. Когда Кантер доказал теорему о том, что ни одно подмножество не изоморфно, а меньше, чем множество всех подмножеств, то есть ни одно множество на свете не изоморфно множество всех своих подмножеств. Это вот рассуждение, да, строгое, оно может свести в психушку половину людей. Вот реально, если вот, вот правда. То есть провести строго вот здесь рассуждение, Кантер, значит, он, ну не знаю, сколько сейчас времени? Хотите я всех сведу с ума сейчас? Сейчас я это докажу, наверное, прямо на бис. Но прежде последний вопрос, да, вот здесь, да. Спасибо. Алексей, во-первых, большое спасибо за лекцию. Просто хотел сказать, одно дело это на ютубе смотреть, другое дело живое. Абсолютно верно. Главное это живые встречи. Ютуб это тень живых встреч. Вообще все цифровые, это тень. Тень знает свое место. И все-таки спасибо, что они есть, что можно знакомить с информацией. Во-вторых, хотел сделать ремарку. Мы говорили про степени двойки. Я начал говорить 2 миллиарда 147 миллионов. Я ошибся на одну степень двойки. Это 2 в 31. Да, 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 да. Там 4 миллиарда. Ну, в общем, программирование часто встречается, поэтому я начал сказать. 4 миллиарда, да, 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 да. 300 с чем-то миллион, да. Ну, а в-третьих, мы говорили про, вы говорили про загадки простых чисел и не упомянули ключевую на данный момент загадку. Во-первых, считаете ли вы ее ключевой? И какая? Ну, разумеет, гипотеза Риммана. А, ну она просто не про простые числа. Она косвенно про простые числа. Ну, проблема в том, что ее объяснить совсем просто-то невозможно. Да, да. То есть, конечно, самая великая задача математики на сегодня это гипотеза Риммана. В то же время она остается нерешенной. Да. И, ну, насколько это корректный вопрос на языке математики, предполагаете ли вы, решается она, верна гипотеза или все-таки нет? Конечно верна. Там до триллионов проверено все компьютером. То есть, триллионы нулей находятся на этой прямой. И ни одного нуля в ней не обнаружено. Я думаю, что совершенно очевидно, что она верна, но действительно что-то с ней не так. То есть, почему она оказалась настолько сложной. Ну, это какое-то вот, это что-то, что-то такое, да, в философском смысле трансцендентное. Спасибо большое. Я думаю, что она может быть решена там в течение 21 века, например, если честно. Вот так вот. Ну, если пофилософствовать, я думаю, что вполне. Да, ну что, убить всех? Итак, я обещал с ума свести, да. Убивать не обещал. Итак, предположим, что существует взаимно однозначное соответствие, которое между элементами а и подмножествами. Ну, например, там вот мы берем а, если это просто натуральные числа, да, допустим, натуральные числа просто. А здесь, соответственно, разные подмножества. Ну, вот берем, скажем, номеру 3, ставим в соответствие множество всех простых чисел, все простые, да. Там номеру 4, например, ставим в соответствие подмножество из вот таких трех чисел, да. Там номеру 5 ставим в соответствие четные. Ну, вы понимаете, да, то есть четко каждому натуральному числу какое-то подмножество, пустое или не пустое. Ну, пустое только одному, естественно, из них. Вот, остальным не пустые, предположим, что существует такое взаимно однозначное соответствие. Тогда обратно тоже верно. То есть какое бы множество здесь я не взял, какое бы подножество, я ему какой-то номер, он имеет какой-то номер. Хорошо. Рассмотрим такую ситуацию. Каждый элемент принадлежит своему подножеству или не принадлежит. Одно из двух, другого, третьего явно не дано. Например, тройка принадлежит своему подножеству, потому что под ее номером идет подножество всех простых, в частности тройка там есть. А, например, пятерка не принадлежит, потому что пятерка не является четным, значит здесь не лежит. Вот этого подножества номер в нем не лежит, а у этого подножества номер в нем лежит. Согласны, да? Ну и ясно, что для любого подножества номер либо лежит в нем, либо не лежит. Рассмотрим теперь B под множество A, состоящее из всех X из A, таких, что X не принадлежит Fiat X. То есть мы рассматриваем такое подмножество, множество A, которое состоит из номеров, не лежащих в своем подмножестве. Вот например, 5 будет, вот это 5, оно принадлежит B, а 3 не принадлежит B. Понятно, да? Вот. То есть мы рассматриваем такое вот. И так как FI является взаимно однозначным соответствием, то у этого подножества тоже существует какой-то натуральный номер. Так? Вопрос, B принадлежит или не принадлежит своему подмножеству Fiat B. Предположим, что B принадлежит Fiat B. Тогда это означает, что B не входит в это множество, потому что они, это множество состоит только из тех, которые не принадлежат. Но с другой стороны, если B принадлежит Fiat B, то Fiat B это как раз B, и значит B в него входит. Теперь предположим, что оно не принадлежит Fiat B. Тогда оно не входит в B, то есть принадлежит Fiat B своему вот этому, которое как элемент, то есть не входят те, которые принадлежат Fiat B. То есть если оно не принадлежит, то оно должно принадлежать Fiat B, но Fiat B это опять B. То есть мы получили, что если B маленькая принадлежит Б большое, то оно ему не принадлежит. Из этого делается вы claim, что оно не должно ему принадлежать. Но из того, что оно не принадлежит, оно получается принадлежит. Все. Все. Теорема доказана. Это значит, что так как ни то, ни другое неверно, то значит, что сама вся конструкция неверна. То есть у него не может быть номера, а значит, это не взаимодействие. То есть взаимодействие не существует. Кантер выступил перед всеми математиками того времени. В зале воцарилась гробовая тишина. Он сказал, господа, вы поняли меня или нет? И в полной тишине, по-моему, по Анкаре, я не помню, кто сказал, вы знаете, господин Кантер, не совсем. И он сказал, и я не понимаю ничего. В общем, это торжество, это предел, который дан нашему познанию, вы понимаете, да? Вот дальше мы не можем заглянуть. Бесконечности бывают разные. На этом можно было поставить точку, но математики дальше начали что-то делать. Здесь могла умереть вся математика, но она как-то спаслась. Ну что, больше нет вопросов, да? Тогда всем огромное спасибо. Если вдруг будете в каких-то других городах, заглядывайте, перед тем, как едете в какой-нибудь город, в контакт, у нас там, я выкидываю, куда я еду. Например, послезавтра в Полоцке буду. Ой, третьего дня буду в Полоцке, да, в Белоруссии. Потом в Сочи, Сириус, но там будет закрыто. Потом в Майкопе. Ну, в общем, у меня вся жизнь.